Добрый вечер, любимая республика! 22 июля свой юбилей отметит известный хирург, доктор медицинских наук Мухарбиха Джибикирович Татаршауф. За свою профессиональную деятельность он внедрил в клиническую практику множество новых методов диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей. И сегодня мы бы хотели окунуться немного в прошлое, пообщаться с ним и, конечно же, поздравить его с наступающим юбилеем. Добрый вечер, Мухарбиха Джибикирович! Я рада приветствовать вас сегодня в гостях нашей студии. В первую очередь, позвольте поздравить вас с наступающим юбилеем, пожелать вам всех благ, успехов и чтобы все в вашей жизни складывалось именно так, как вы хотите. Сегодня в фильме, который мы посмотрели ранее вместе с телезрителем, было неоднократно сказано о том, какой весомый вклад вы внесли в развитие медицины не только республики, но и нашей страны в целом. Хотелось бы немного сегодня окунуться в прошлое и узнать для вас, как для врача светиломедицинских наук, какие, может быть, из ваших авторских методик диагностики и лечения для вас являются определяющими в вашей карьере и, на ваш взгляд, которые внесли действительно самый весомый вклад в развитие медицины? Ну, я думаю, самый весомый вклад – это тактические вопросы оперативного лечения рубцовых структур желчных протоков. То выходы нашей работы в стране и в целом, в странах СНГ и так далее, предпочтение отдавалось так называемым восстановительным операциям. То есть, когда иссякался участок желчного протока и с большим трудом стягивали конец в конец, соединяли, да, эти операции физиологичны, но они крайне опасны в плане в отдаленные периоды. 50% развивался рецидив рубцовой структуры с еще более высоким расположением места сужения. А это гораздо труднее делать операции. Мы много лет доказывали, что это. Потом мы эксперименты на собаках в Киеве разработали нашу методику, подход, метод формирования анастомоза с внутрепеченочными желчными протоками. Тогда подобные анастомозы не формировались. И они практически больнее, обречены были на гибель. Тогда пересадок печени не было так много. Это в 80-х, да? Это было в 90-х годах. Я кандидатскую в 89-м защищал. А это в 90-х годах. Практически по этому вопросу мы перевернули подход предыдущих лет. Сейчас, то есть, а сейчас, учитывая вот этот подход, этот тактический вопрос, сейчас рецидив, структур, есть во многих клиниках, где пишут ноль даже. Можете представить? 45-50% рецидив и ноль. И вот мы 2000... Нельзя сказать, что это просто впечатляющий результат. Это просто колоссальный результат. Не потому что это мы придумали, а потому что люди тоже начали меняться техникой. Это первое. И второе. Это как его? Вот в Патрису Луумба, Дружбы народа в университете, был 10-й, 15-й международный конгресс хирургов в гепатобилиарной хирургии. Там основной доклад по этой проблеме делал Малярчук Валерий Иванович, профессор. Вот результаты приводились по операциям, по отдаленным результатам лечения рубцовых структур желчных протоков. И наши результаты оказались лучшими в странах СНГ Черкесск. У нас по тем временам было 3,14%. Казалось бы, в маленькой республике, да? Да. Вот. Ну вот это, что по диссертациям внесено. Ну а так, конечно, до того, как мы начали сотрудничать с Киевским институтом клинической экспериментальной хирургии, ни для кого пусть не будет, ни затронет никого. Никто поджелудочную железу Карачаева, Черкесии, да и близко всех пролежащих территориях никто не трогал. Ну, там резекции печени такие значимые, объемные. Реконструкция желчевыводящих. А реконструкции желчевыводящих, это единицы делали. Можно делать каждого, но результат должен быть. Вот эти реконструкции желчевыводящих путей на само собой, а по этому уже сказал, Руслан. Вот эти, ну, мы с поджелудочной реализой делаем все операции, которые существуют сейчас. Печени, резекции различных сегментов, обширные резекции печени с хорошими, прекрасными исходами и так далее. Ну, вот это вот. Ухарбиха Джабикирович, а скажите, сложно ли было быть вот новатором в то время? Вот преодолеть вот эти стереотипы, которые все равно складывались не одним десятилетиям в медицинском сообществе, даже когда вы вот предлагали новые методики? Да, конечно, ну, вот наши ребята помнят. Были все российские конференции, когда я выступал. Жаркие споры были? Очень. Все говорили там с места, что, а что этот провинциал нам диктует? Я сказал, ну, не делайте, если вы не хотите это делать. Не место определяет человек, а человек. Да, поэтому вот споры были очень большие по панкроникрозам. И вот на 10-м съезде хирурга в Волгограде, я вот президенту Международной ассоциации хирургов и гипотологов сказал, вы здесь вот, они немножко не так акцентируют главный хирург России, Виктор Сергеевич Савельев. Вы здесь в этот момент подчеркните, как мы считаем, гипотологи-хирурги. А он даже не предупреждая меня, там около 1200 делегатов. И заключительное слово предоставляется профессор Татаршава, черкесск автору. Я поднялся, ну, выступил, зал очень тепло встретил это. Аплодировали ногами, руками. И вот эта методика с того времени пошла, пошла. Ну, сейчас она усовершенствовалась с внедрением новых технологий, она по-другому несколько. Но сам тактический подход, он сохранился до сих пор. О вашем весовом вкладе в развитие можно говорить очень долго, в принципе. Но, наверное, лучше всего за вас и за меня тоже это могут сказать ваши коллеги, друзья, люди, с которыми вы прошли вот этот вот профессиональный путь. И сегодня они прислали нам такой небольшой видеопривет для вас в честь юбилея, где, собственно, и рассказали нам немного о вас в том числе. И я предлагаю вам, как и нашим телезрителям, посмотреть первое выступление. Значит, у нас выступление Эдуарда Израиловича Гальперина, академик, доктор медицинских наук, профессор, почетный президент Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. Итак, внимание на экран. С удовольствием. Ну, мне довелось быть в Черкесске, и, ну, правда, это было очень давно, лет 20 назад, но это оставило на меня очень большое впечатление на всю жизнь. Я сейчас помню, как это все было. Ну, и вот там же и произошла встреча, она и была раньше еще, но потом встреча с Мухарби. А потом он мне звонил часто в Москву, мы с ним встречались на съездах каких-то хирургических. Хочу сказать, что на меня сразу произвел очень хорошее впечатление. Такими, знаете, вот до конца хотел узнать, какую-то проблему или вопрос. Если он что-то спрашивал, то его не удовлетворяло вот такое порядочное ответ. Он хотел узнать это глубоко. Это меня привлекло к нему, я начал на него хручать внимание вот так. А потом он мне позвонил, начал звонить почаще. И вот проведет операцию там, какую-то новую операцию для него. Он мне ее рассказывает и глубоко рассказывает, и спрашивает, правильно поступил или нет. И что бы там еще можно было, а что бы там глубоко, там почему-то это. Ну, в общем, разговор был очень такой открытый, хороший. И чувствовалось, что человек интересуется этим, живет этим. Ну, а все, что он сделал, всем хорошо известно. Он все-таки создал хирургическую по сути специальность. Желчная хирургия, панкреатическая особенно, которой он занимался и занимается, она, конечно, на самом высоком уровне. И делал он ее с его кандидатской, докторской диссертации. Я при этом, так сказать, находился и был оппонентом. И поэтому, конечно, я вижу и видел, и знал, что это за человек. Я желаю Риму самого всего и думаю, что он достоин самых высоких высот. И самое главное, что он загружен этими вопросами, думает о них всегда. Он ставит себе цель и выполняет ее. Это же самое главное в жизни, иметь цель. И тогда знаешь, для чего живешь в какой-то степени. Что ж, Мухарбиха Джабикирович, мы послушали Эдуарда Израиловича. И как он сказал, вы всегда занимались и занимаетесь желчной хирургией. Вот хотелось бы узнать, как сейчас проходят ваши рабочие будни. Оперируете ли вы? Испытываете ли вот это вот, я не знаю, восхищение, может быть, перед операцией или волнение? Или уже вот за столько лет вы привыкли к своей работе настолько, что делаете все на автомате, скажем так? Ну, восхищение хирург на короткое время чувствует после операции и после выписки больного. Результатом, да, своим? Да, хороших исходов и так далее. А волнение всегда. Даже любого уровня хирурга, когда идет на операцию, даже ноготь удалят. Он боится. Не боящийся хирург – это ненормальный. Он ненормальный человек. Я так думаю. Я в связи с этим приходит, вспоминается такая ситуация. Мой научный руководитель, ну, один, так назвал его Николай Михайлович Амосов. Это лучший хирург 20 века. Амосов на дне рождения Шалимова. Вот он у меня здесь, у нас оперировали. Мы думали, опухоль поджелудочной железы. Тогда мы это не делали. Я его пригласил, а там оказалась язва, желудка моего товарища. Ну, мы его отпустили, все операцию сделали мы сами. Но вот поверьте, академик, герой со струда всемирно извест, каждое утро он звонил, как больной себя чувствует, пока не выпишется. Поэтому хирург всегда в тревоге живет за больным. Всегда хирург умирает с каждым тяжелым больным. Но он не умирает. Тот даже, может быть, неблагоприятно умер. Но хирург хочет тоже уйти раньше него, чтобы не видеть эту трагедию. Ну, мы не боги. И такое приходится переносить. Ну, конечно, от такого никто не застрахован. И я думаю, что в профессию хирурга идут как раз-таки люди крепкие духом. Но помимо вот таких негативных моментов, бывают же и позитивные, когда ты видишь как раз-таки, как вы сказали, результат своих действий, да? И благодарность пациентов за столько лет наверняка у вас там, не знаю, тысячи людей. Конечно, очень много. Много очень приходит. Очень много. Даже за последний год у нас были такие ситуации. Понимаете, дело в том, что хирург – это тот хирург, кто в невозможной ситуации может свое придумать. Но она должна быть основана. Анатомо-физиологически. Даже вот сейчас есть телемедицина. Я вот когда… Мы должны юридически обсуждаться с кем-то. И каждый может что-то добавить новое. И вот когда мы обсуждаем, я говорю, вы внимательно… У консилиум, да? Да, с телемедицины, с центральными вузами. С центральными, это как его, лечебными человеками. Я говорю, вы внимательно слушайте, иначе вы не поймете, почему мы делаем так. Вы подумайте, что мы преступники. Вот я начинаю, мы поэтому, поэтому. Нормальный человек не сделает так вроде. А другого выхода нет. И вот они всегда, я обязательно всегда, вот таких ситуаций, они говорят, ну а да, мы тоже так сделали бы и так далее. Ну, значит, наши мысли с ними совпадают не будут. Я говорю, они были тоже молодцы, мы тоже. Но наши мысли совпадают зачастую. Поэтому хирургии стандартов не бывает. Каждый раз, как в первой. Даже тот же аппендицит, у каждого больного, он по-своему течет. Свои исходы, свои осложнения и так далее. Поэтому я, допустим, я редко делаю вот эти маленькие операции. Но я всегда перед операцией читаю. Вот эти грыжи же, я читаю. Чтобы вспомнить, да, проверить. Это много раз надо. Тысячу раз, я тысячу раз читал. Я думаю, что вас хорошо понимает также ваш коллега Асхарбек Агубевич Кульчиев, заслуженный врач Республики Северной Осетии Алания и Российской Федерации в том числе, член Президиума Российского общества хирургов-гастроэнтерологов. И сегодня он тоже прислал нам видеопривет в преддверии вашего юбилея. Давайте посмотрим, что же он нам сказал. Меня зовут Республики Карачаева, Черкесия. К вам обращается врач-хирург Северо-Астинской Государственной Медицинской Академии, заведующий кафедрой хирургических болезней Кульчев Ахсарбека Губевич. Я хочу воспользоваться предоставленной возможностью и поздравить Татаршау Мухараби Хаджебекевич с юбилеем. Я знаю, что у него скоро юбилей. Хочу его поблагодарить за то, что у нас есть. И хочу поблагодарить весь народ Карачаево-Черкесии за то, что они воспитали достойного представителя. Человек, который своей профессией занимает достаточно высокое место среди хирургов не только Северо-Кавказского округа, но и всей России. Он прошел интересную школу. Он воспитан академик Шалимова и украинской хирургии. Но все, что хорошее было при советской украинской хирургии, он все приводнес в Карачаево-Черкесию. Создал свою школу хирургии. Я знаю, что у него есть достойные воспитанники, которые сегодня не только в общей хирургии, но и в других областях хирургии занимают достойное место. Еще раз хочу поблагодарить всех, за тех, кто рядом с Мухарбихом Хаджебекевичем, за то, что они его поддерживают, за то, что вы и есть такие прекрасные люди. Мухарбихом Хаджебекевичем Хаджебекевичем, я только начало твоего дальнейшего творческого пути. 70 лет – это ведь только середина твоих творческих успехов. Желаю тебе в дальнейшем быть достойным представителем своего народа. И будьте здоровы. Всего хорошего всем. Хотелось бы, не отходя, скажем так, далеко от предыдущего поздравления, сказать, что вас поздравил еще один ваш коллега, также заслуженный врач Российской Федерации, Виктор Дмитриевич Пасечников. Давайте посмотрим от него поздравления, а потом немного обсудим то, что сказал в Асхарбе Кагубевич. Внимание на экран. Дорогой друг, вот незаметно прошло время, когда мы пришли в Старопольский медицинский институт. Было это более полувека назад. И за это время ты вырос замечательного хирурга, выдающегося хирурга не только своего региона, но и юга России, тебя знают в нашей стране. А самое главное, ты сделал очень много для жителей своей республики. Ты спас жизни сотням, вернул здоровье тысячам и продолжаешь заниматься любимым делом хирургии. Я хочу пожелать тебе здоровья, я хочу, чтобы ты сохранил свой оптимизм, чтобы я всегда слышал твой голос в трубке, когда ты мне звонишь. Будьте счастливы. Хотелось бы вернуться вот к тому моменту, когда Аскарбек Агубевич сказал про ваших воспитанников. Это тоже важная часть вашей деятельности, вашей такой профессиональной работы. Вы воспитали не одно поколение хирургов. Вот хотелось бы узнать, скажите, чем отличается именно практика, когда ты стоишь в операционной как хирург и когда ты стоишь там перед студентами. Ответственность наверняка разная, да? Хотя обучаете по сути одному и тому же делу. Ну, правильно. Но когда идет операция, ты расслабленный. Когда на лекции, студенты могут спокойно спать, но я за неделю не сплю перед лекциями. То есть вы больше переживаете перед лекцией? Да, кто как поймет. Иногда вот я представляю, так надо говорить. А кому-то вот эта информация, уровень неизвестен и так далее. У нас вот операция, когда проходит, у нас как лекция идет операция. Вот здесь что проходит? А если вот это взять вот так? А что делать? Особенно, когда сложная ситуация, где несколько вариантов можно предположить. Я не только в операционной, и после операции, мы всегда говорим. Вот ты как считаешь? Вот у нас вот ситуация такая сложная. Что делать? Он предлагает своими, второй предлагает, как он видит. И вот мы сматываем. Основное, конечно, решение я буду пробивать. Но зачастую, я говорю, вот интересно, ты какой умный. Вот ты до чего-то думаешь. То есть видите, да, потенциал. Да, и вот мы делаем. Иногда вот кто-то предложил, вот вариант, что-то дополнительно к этому и так далее. У нас всегда обсуждается это все. И, конечно, все время человек должен учиться. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, будущий врач, хирург, среди студентов в том числе, какими качествами должен обладать, ну, понятно, знание, конечно, в первую очередь. Это все, знание и так далее, все второстепенно. Я считаю так. Человек должен быть в первую очередь человеком, во вторую очередь честностью. Ты ошибся, ты скажи, что ты ошибся. Публично это признай. Попытайся исправить это. Не скрыть свою голову. И чувство сострадания, чтобы человек... Остальное, я всегда говорю так. Там вот это слегка больше... У кого нет мозгов, его не... Впихивай, оно не войдет. Раньше я думал, почему кто-то, наверное, не учится, поэтому недопонимает. Ну, видно, люди по-разному мышлению разных. И вот это... Там не пойдет он. Будет средний хирург, который... Я всегда же у тебя говорю. Вы всю жизнь будете ходить со спадающими туфлями. То есть там не особо такой обеспеченный. Из-за любви и отсутствия. Понятно. И так далее. А тот, который одарен, он мышлением, его сразу видно. Поэтому, как бы не выжимать, вот, которые способности ниже среднего, выше средним, ты его не сделаешь. Ну, хирург ежедневно должен заниматься. Это закон должен быть. И сразу ты чувствуешь, кто читает, кто не читает. К сожалению, даже сейчас в интернете не надо в библиотеке бегать, основные научные доклады, монографии. Можно там ухватить. Нет, ничего. Мне это в ярость приводит. Ну да, в ваше время таких возможностей не было. Понимаете, по-разному эти все диссертации, все пишется сейчас. Поверьте мне, в ту комнату, где я лежу, никто не заходил. Я, во-первых, пишу лежа на животе, когда много пишу. Все вокруг было разложено. И днем, и ночью я занимался. А сейчас обидно становится, когда ты сегодня ему говоришь, почитай вот это. Завтра приходит, он снова не читает. Есть, которые устремленные, вперед и так далее, есть толковые, очень, думал, ну есть и такие. Вот если говорить об одаренных и толковых ваших студентах, я думаю, следующее наше поздравление прилетело именно от такого студента. Его прислал студент 6-го курса Медицинского института СКГА Атабе Кавазович Абдукахаров. Давайте посмотрим, что же он вам сказал. С Мухарби Хаджбекировичем мы знакомы давно. На первом курсе он помог пройти практику в хирургическом отделении, где он заведут на протяжении 40 лет. На втором курсе он стал моим научным руководителем. В характере Мухарби Хаджбекировича удивительно, гармонично складывается сила характера, сила пробивного характера, при этом доступность, человеческая простота, общение в отношении к людям. Мухарби Хаджбекирович своим добрым делом, добрым словом, не раз давал мне понять, что несмотря на все сложности в хирургии, в медицине вообще, в частности, в студенческое время, я нахожусь на правильном пути, и что нужно уметь идти вперед, несмотря на все сложности. Мухарби Хаджбекирович, с юбилеем вас, вы знаете, с каким большим уважением я к вам отношусь, с благодарностью, здоровья вам, и такого же неистекаемого активизма. С юбилейский. Вот так вы вдохновляете своих учеников. Он, знаете, он настолько умен, он так пишет научные статьи, я думаю, даже... Гордитесь, да? Очень. Там с учеными степенями люди не пишут, как он пишет статьи. И дай бог, он очень старательный, и дай бог, чтобы у него в жизни врачевание получилось. Вот научное мышление, вот теоретное дно, чтобы и врачевание. Я почему-то ему сказал, как его, Атабек, в 36 я хочу тебя видеть настоящим академиком. Ну, таком, настоящим. Ну, вот я говорю, будем надеяться, что он будет таким. Ну, будем надеяться, что все сложится. К сожалению, время нашего сегодняшней встречи, оно как бы ограничено, да, но прежде чем все-таки мы попрощаемся, я бы хотела вот узнать у вас, какой бы вы совет сегодня дали всем тем людям, ну, студентам пока еще, или, может быть, школьникам, которые мечтают когда-то стать хирургами. Что бы вы посоветовали таким людям? Ну, вы знаете, вот вам, у меня два сына есть, когда вот говорят ли там к династии или там и так далее, я сказал, никакой династии, занимайтесь любым другим делом, туда не идите. Потому что этим должен... Я сам нечаянно попал, но когда я попал, я понял, что я там, но это сложнейшая жизнь. Если по-настоящему быть хирургом, вы понимаете, я много раз говорю, хирург не имеет в полную грудь засмеяться право. Я как засмеюсь где-то, сразу начинаю думать, что больному стало плохо. Хирургу может быть мгновение хорошо на душе, когда чужелище больной вышел, выписался, вот пока за спину его будет видеть, за дверь выйдет, он счастлив. Через пять минут поступает другой, который затягивает. Да, она где-то может быть такое возвышающее чувство, что ты сделал тот и так далее. Но это адский труд. И тот, который хочет, сумеет выдержать, он должен идти в хирургию. Нет, ну просто так, чтобы тебя назвали хирургом, пойти туда и там, знаете, каратат в ремет. Смысла не имеет. Смысла нет. Что ж, Мухарбиха Джаби Кирович, на этой позитивной, я бы сказала, ноте, я предлагаю нам сегодня попрощаться. Перед этим хочу еще раз вас поздравить с наступающим юбилеем, присоединиться ко всем поздравлениям. Также желаю вам успехов и, конечно же, здоровья. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся уже в следующей программе. Желаю вам хорошего вечера и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова